Рассмотрим подробнее основу стека TCP IP IP версии 4 и новый вариант IP IP версии 6. Сначала посмотрим на сетевой уровень ISO оси. Фактически основные функции сетевого уровня это маркетизация, то есть он образует собственно глобальную сеть, без этого уровня глобальная сеть не работает. И адрес сетевого уровня, адрес на основе которого живет глобальная сеть. Ну действительно у нас есть локальные сети, которые работают по протоколам консорции группы комитетов IEEE 802. Там у них есть локальный адрес, MAC адрес. И этот адрес уникальный, но он должен быть уникальным в рамках сети, но де-факто идеологически он построен так, что уникален в рамках всего оборудования. Это опять же не обязательно, то есть, как я говорил, встречаются оборудования ноу-нейм производителей китайских, например, которые просто копируют один и тот же MAC адрес на все свое оборудование. Ну, например, они же не будут покупать идентификатор производителя. Зачем это им? Они просто копируют оборудование и вместе с ним MAC адрес. Так вот, собственно, сетевой адрес, поскольку сетевой уровень это уже уровень выхода на глобальную сеть, сетевой адрес задает точную идентификацию узла в рамках этой глобальной сети, маршрутизированной сети. Тут у нас перечислены услуги, которые предоставляет сетевой уровень более подробно. Итак, и функции, и еще раз повторим услуги и функции. Это маршрутизация, основная функция, и в вышележащем уровне предоставление IP адреса. Ну, на самом деле, в TCP IP у нас в комплекте идет транспортный сетевой уровень и предоставляется не просто IP адрес, а некий кортеж, состоящий из IP адреса и адреса порта, номера порта. Номер порта задает конкретный сервис, работающий на данном узле. То есть, IP адрес задает узел, а порт задает конкретный сервис на данном узле. Здесь вы видите примерную связь между эталонной моделью TCP IP и эталонной моделью ISO оси. В данном случае у нас транспортный уровень захватывает сетевой, ну, потому что идеологичность идеологичностью, а практичность практичностью. Практически оказалось удобным иметь такой протокол, как UDP, который работает формально на транспортном уровне, но фактически представляет из себя IP пакет с добавлением к адресу сетевого уровня и еще к адресу транспортного уровня. И передается как датограмма, то есть без установления соединения. А установление соединения, как вы помните, это одна из функций транспортного уровня. Уровень называется интернет-ворк в TCP IP, сетевой, межсетевой уровень. И на нем, естественно, определенный основной протокол IP, протокол передачи, плюс целый набор протоколов маршрутизации. Ну, и наиболее известные протоколы маршрутизации это RIP, первый, второй, OSP и BGP. Эти протоколы отличаются математическим алгоритмом, по которому они работают. Также эти протоколы отличаются по локации, в которой они работают. То есть есть интернет-воркинг, внутренний и экстернл. Экстернл-нетворкинг протокол, внутренние протоколы это у нас RIP и OSP. Они рассчитаны для работы в рамках локальных сетей. И BGP служит для связи автономных систем, то есть неких конгломератов сетей, в рамках глобальной сети. Каждый, естественно, работает на свою область. Выше сетевого уровня у нас находится транспортный. Как я говорил, в целом он соответствует транспортному уровню ISO-ОСИ. За исключением того, что протокол UDP формально не может попасть в транспортный уровень ISO-ОСИ. Выше у нас прикладной уровень, объединяет все остальные, все три верхних уровня ISO-ОСИ. Ну, в принципе... Ну, наверное, потому что в начале, когда создавался АЦТЭК протоколов, протоколы шли реально прикладного уровня. Не выделялся уровень сессионный и уровень представления не нужно было. Но на данный момент существуют протоколы, которые захватывают, опять же, несколько верхних уровней. Но все равно они идут в рамках прикладного уровня TCPIP. Хотя, скажем, тот же сам протокол SOX-5, который работает на сессионном уровне, он является основой для вышележащих протоколов. То есть в рамках прикладного уровня TCPIP тоже можно выделить под уровни лейеры. Ну, это все тонкости. И интерфейсный уровень или физический уровень TCPIP не задается никак в стандарте и в модели. То есть это просто некие нижележащие протоколы. Единственное, что на границе с интерфейсным уровнем у нас находятся протоколы взаимодействия с ним. Ну, например, ARP, NARP. ARP это у нас для широковещательных сред, а NARP это для не широковещателей, для АТМ. АТМ.